Славкали идет по пути целевой профориентации. Своих будущих специалистов готовит со школьной скамьи. Потенциальных специалистов подбирают для Нежинского горнообогатительного комбината. Уже прошли первые встречи с участием работодателя, старшеклассников и руководства БНТУ, где будущие специалисты и будут получать целевое образование. Чем удалось заинтересовать школьников, узнала Надежда Сербиненко. Сейчас в Любинском районе на Нежинском ГОКе активно идет стройка. Бурят две шахты для будущей добычи калийных удобрений. На площадке трудятся около 500 специалистов, но уже через три года, когда ГОК заработает в полную силу, количество вакансий резко увеличится. Пока в Любинском районе активно идут строительные работы здесь, в центре Минска, в БНТУ. Высшее образование по горно-технологическому профилю получают сотни студентов. Но руководство Славкалия приняло решение пойти еще дальше и оказывать поддержку тем студентам, которые будут у них работать. Это выплата дополнительных стипендий, ежегодной стажировки на Нежинском ГОКе и бесплатное проживание в общежитии. Такая стимуляция должна заинтересовать старшеклассников сделать выбор в пользу непростых, но и высокооплачиваемых горных профессий. Будут применяться новые технологии, новое оборудование. И это должно стать интересно для молодых, прежде всего, ребят. У молодых людей мозг более гибкий и реагирует на все новшества намного быстрее и проще. Первое знакомство с учащимися школой-гимназией в формате презентации прошло успешно. Многие ребята уже на первой встрече сделали выбор в пользу учебы в БНТУ. Я и до встречи с представителями БНТУ думала, что буду поступать именно туда, потому что мне нравится вся эта горная промышленность. На поддержку могут рассчитывать и нынешние студенты, заинтересованные в трудоустройстве на Нежинском ГОКе. Сейчас БНТУ как раз на это и нацелен, чтобы обучение было адресным, а не общим. И если готовятся специалисты, то готовятся под конкретные предприятия. С возможностью уже на втором курсе отправлять их на практики именно на эти предприятия, чтобы они и знакомились и с технологиями, и с оборудованием. Еще в 2018 году, когда набор кадров для Нежинского ГОКа только начинался, около 300 белорусов, из них 80 из Любани прошли стажировку и успешно устроились на работу. Теперь рабочим процессом на глубине управляют в том числе и хрупкие девушки. Среди них оператор-машинист Мария Суботина. Мы также отучились за счет компании, прошли стажировку, практику и вступили в должность. На данный момент я работаю меньше года. Работа очень интересная. Это подъем, это работа стволовых, работа внизу, именно проходка. Все настолько взаимосвязано, приходится что-то новое узнавать, учить. Еще один способ заинтересовать абитуриентов – доступность жилья. Сейчас в Любани продолжается строительство крупного жилого квартала. Квартиры здесь получат треть сотрудников ГОКа. Мы также придали огромное значение данному микрорайону. Для его разработан генплан, который станет лучшим генпланом не только города Любани. Я считаю одним из лучших генпланов Минской области. Такие меры поддержки от крупного бизнеса – возможность для молодежи остаться в родном городе с гарантированным первым рабочим местом. А еще уменьшить миграцию в столицу и помочь развитию региональных городов. Надежда Сербиненко и Андрей Градобоев, агентство теленовостей.